Я буду рассказывать, как решить проблему с отсутствием LTE на Nexus 5 и D820 американской версии. Потому что, когда заходишь в настройки, открываешь мобильную сеть, выбираешь тип сети и ставишь LTE, по-прежнему горит кнопка. Точнее, сейчас будет опять H+. И выше не поднимается. Ну, следовательно, 4G не включается. И сейчас мы будем решать эту проблему. Прошивка у меня стоит кастомная на 6.01. Также стоит стоковое ядро. Так, открываем D820FixLTE. Здесь мы откроем платформу TOS. Скопируем путь, откроем команду строку. Нажмем CD. Вставим путь. Теперь мы будем с этим путем работать. Ну, то есть с ADB. Теперь откроем файл cmd. Скопируем ADB shell. Вставим. Нажмем Enter. Теперь скопируем вот эту строку. Вставим. Нажмем Enter. И у нас появилось... Появились 6 цифр. Нужные нам это 713 и 534. Нам нужно записать эти цифры, потому что они нам в дальнейшем понадобятся. 713 и 534. Ну, у вас все цифры будут другие. Так. Все, цифры есть. Теперь мы переходим к телефону. Нам нужно будет установить программу Nexus 5 Field Test Mode. Включаем телефон. У нас уже скачанная программа Field Test имеется. Включаем. Скачанная программа. Сейчас мы открываем ее. Нажимаем продолжить. Здесь. Сеттинг. Открываем. Нажимаем разрешить. Рот доступ. Включаем LTE. Нажимаем Edit. И пишем цифры, которые у нас получились через командную строку. У меня это 713 и 534. Все, я вошел. Теперь у нас должно быть вот такие вот настроечки стоять. 24 часа. Часово должно быть выключено. 41 включено. 25 на единичке. 26 на единичке. 41 на нуле. И, как мы видим, нам нужно нажать назвать. И телефон должен перезагрузиться. Сейчас мы должны подключить телефон к компьютеру в DIAG режиме. Для этого мы откроем командную строку. Скопируем путь Platform Tools. Нажимаем CD. Вставим путь. Теперь скопируем эту команду. Все, теперь нам нужно открыть проводник свойства диспетчер устройств порты. И мы увидим, что наш телефон подключился по третьему компорту. Все, теперь QPST программу нам нужно установить. Нам нужно нажать пуск все приложения. найти программу QPST. Мы откроем QPST конфигурацию. Нам нужно добавить новый порт. Впишем третий комфорт. Вот наш телефон. Телефон. Теперь нам нужно открыть QPST Software Download. Мы видим, что по третьему компорту наш телефон подключен. Теперь нам нужно сделать бэкап на всякий случай. Ну, допустим, в эту папку назовем файл 713.534 и SPC код впишем. Нажмем Start. Сейчас будет создаваться бэкап. Так, наш бэкап создан. Теперь нам нужно открыть файл, который нам нужно будет вставить. Заместо того, что у нас сейчас в телефоне. Выберем. И нажмем галочку. И Start. Нажмем Да. То, что показало ошибку после установления, это нормально. Теперь нам нужно перезагрузить телефон, потому что у нас сеть не найдена. Все. Перезагрузили телефон. Сейчас он включится. Смотрим. Смотрим сеть. Подождем некоторое время. Итак, спустя несколько минут ожидания у нас появилась LTE. Откроем мобильные сети, посмотрим тип сетисты LTE. КОНЕЦ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА